В многолетнем земельном споре, наконец, поставлена жирная точка. Сегодня Акасым Жамар-Тукаев подписал закон, запрещающий аренду и продажу земли иностранцам. Ранее законопроект, инициированный президентом, рассмотрели и приняли в парламенте. Документ полностью исключает все возможности и лазейки для приобретения и аренды сельхоземель гражданами других государств. Какие еще изменения внесли в закон, расскажет Рамина Мирзалимова. Споры вокруг земельных отношений в стране шли давно. Сегодня президент страны окончательно решил проблему. Поправки предусматривают запрет на аренду и продажу земель как сельскохозяйственного назначения, так и для лесоразведения иностранцам и иностранным компаниям, казахстанским компаниям с иностранной долей, лицам безгражданства, научным центрам с международным участием, а также Кандасам. Помощник главы государства Ерлан Карен, в свою очередь, отмечает, что это четкий ответ власти на различные манипуляции и домыслы. Власть показала на примере данного закона, данного вопроса, что она готова слышать позиции граждан, она готова их принимать и принимать какие-то определенные конструктивные решения. То есть это как раз таки пример такого конструктивного совместного решения власти и общества по одному из самых дискутируемых вопросов. Раньше иностранцы, доля которых в уставном капитале составляла больше 50%, могли лишь арендовать земельный участок до 25 лет. Теперь эту норму полностью исключили. Отныне срок этих самых арендованных земель таким гражданам продлевать не будут. Бахджан Базарбек принимал участие в разработке и обсуждении важного документа. Юрист уверен, что обойти закон не получится, так как его реализация будет на строгом контроле. Если в ТО, АО, который владеет сельхозземлями в частной собственности или на праве землепользования, входит какой-либо иностранец, голландец в качестве учредителя, покупает какую-то долю участия, то сразу же перед регистрацией владелец земельного участка, ТО, он обязан переоформить земельный участок на казахстанское юридическое лицо. По словам юриста, для переоформления земли отводится три месяца. Если в течение указанного времени этого не будет сделано, Акимат имеет право изъять участок. Эксперт разъяснил, почему запрет распространяется и на Кандасов, а не же этнические казахи, вернувшиеся на родину. Чаще всего, как отметил эксперт, Кандасы, приехав в страну и пользуясь сельхозземлями, со временем отказываются от казахстанского гражданства, но при этом могут законно владеть земельным участком. О новых поправках в земельный закон высказался и депутат Мажелис Айдос Сарым. По его мнению, президент принял историческое решение. Власть, общество говорит, да, ребята, вот смотрите, если у вас есть такие опасения, мы их снимаем. Все, теперь поставлена точка. Те люди, которые пытались на этом хайповать, те люди, которые зарабатывали дешевые политические дивиденды, они все должны успокоиться. Никаких других вопросов в отношении иностранцев нет и не будет. Таким образом, сельхозземли будут предоставляться только гражданам Казахстана и юридическим лицам без иностранного участия. А принятие нового закона – еще одно свидетельство эффективности концепции слышащего государства. Рамина Мирзалимова, Сагантай Монайт Пасов, телеканал Алматы.